Привет, друзья! В эфире программа «Давай изменимся» и вновь двери салона красоты распахиваются для того, чтобы свершилось преображение. Сегодня у меня звездные гости. Молодая, красивая, умная, интересная. Да что там, сколько можно авансов? Встречайте, увидите сами. Могу вам с удовольствием представить это Элли. Элли, та самая Элли из группы «Манки Бокс». Что тебя сегодня привело? Какое у тебя событие, что тебе вдруг нужно выглядеть не как всегда, а измениться? Вообще, что случилось? Ну, вообще, скоро концерты. Да. Какие? Для «Музик Бокс». Да. Для канала «Музик Бокс». Так. Вот. И, конечно, хочется нового преображения, нового образа. И мне нужно помочь с этим. Поэтому, как молодой артистке, это необходимо. Я так понимаю, что у тебя задача, в принципе, измениться? Да, кардинально измениться. Рассказывай, что ты хочешь? Ну, хочу какой-то образ, новый образ для себя, потому что я привыкла ходить, ну, понимаете, вот мой стиль. Кежо. Вот. Поэтому хочу, что ты, может быть, такой элегантный. Я не знаю. Поэтому помогите мне, пожалуйста, преобразиться. Ну, что ж, дорогие телезрители, давайте создадим новый образ прямо здесь, прямо сейчас, на ваших глазах. Я собираю команду, и мы начинаем работать. Поехали. Коллеги, у нас сегодня в гостях Элли из группы «Манки Бокс». У нее такая задача, в общем-то, самая, что у меня есть, вот, нормальная, да, ей хочется измениться. Просто поменять стиль. Вот она пришла нам как к команде специалистов, и поэтому мы должны ее не подвести в этом вопросе. Поэтому давайте попробуем ей предложить что-то новое, особенно интересное. Я предлагаю сыграть на ее молодость, на женственность, на такую вот утонченную, здесь она сейчас немножко в таком, в таком кэжуэл-стиль, да, давайте вот ее уведем в такой вот, ну, в девичий, вот, в романтичный, может быть. Как? Я абсолютно согласна с тобой, Денис. То, что я видела, похоже на спортивный шик такой со смесью глэм-рока, я думаю, что можно все это переиграть в стиль такой бэйби-долл, такой романтической, очень утонченной девушки. Прекрасно. По-моему, как раз это то, что надо, тем более, говорю, у нее есть ее прекрасное естественное богатство, это молодость, как бы красота, и тут все должно быть очень хорошо. Рома. Ну, как вариант, ты слишком хорошо ориентируешься в этом, потому что, как это, знаешь, я всегда говорю, что как можно советовать макияж очень-очень молодым девочкам, да, то есть, ну, там, в принципе, и так все хорошо, поэтому ты уже по ходу как-то, вот, может быть, дашь ей какие-то рекомендации по уходу или что-то, да, соответственно, Юля, ты потом зафотографируешь все это, и мы выдадим отчет. Вот смотри, на наш взгляд, ты должна выглядеть вот так вот каждый день, окей? Ну, пойдемте, не заставляйте ждать наших лучших. Журнал «Селебрити Тренд» — это издание о самых интересных личностях, мероприятиях и заведениях. В свежем номере журнала вы найдете актуальную информацию о модных новинках, прочтете эксклюзивное интервью с такими звездами, как Дима Билан и Антонио Бандерас, и узнаете все о самых значимых событиях месяца. Элечка, привет! Привет! Очень рад видеть солистскую группу. Монки Бокс. Мне даже очень приятно. Откуда вообще такое название? Ну, наверное, из-за того, что мы такие задорные, веселые и делаем прогрессивную музыку, естественно, название должно соответствовать нашему песне. Ну, здорово. Поэтому такое название. Я слушал ваш материал, мне понравилось, очень интересно. Спасибо. Вот, и поэтому нужно вам с тобой сделать что-то сегодня интересненькое. Да. Что-то, мне кажется, необычное. Вот, поэтому начнем с мейкапа. Денис, продолжите в прическе. Отлично. Дизайнеры тебе оденут в какой-нибудь платьишко. Здорово. Так что, приступим. Эля, у тебя такая замечательная кожа. Спасибо. Молодая, сияющая. В этом особо тебе что-то там вот корректировать. И вообще, как бы, зрителям, молодым девочкам, вот, хочу сказать, что особой коррекции сильно не нуждается молодое лицо, молодая кожа. Когда природа сама уже все постаралась и сделала. Единственное, это добавить какой-то мягенький, легкий оттенок румян, освежить, да, лицо. Подчеркнуть как-то глазки, расчесать бровки, намазать такой прозрачный блеск для губ. И все. И уже такой легкий мейкап готов для, чтобы выходить, можно сказать, в свет днем. Ну, если это вечер, то, конечно, глазки можно сделать потемнее, чтобы там затемнить. Ну, так, в принципе, такой сильной коррекции не нужно прибегать, потому что это немножко перегружает лицо. Элечка, мне интересен твой музыкальный стиль. Вот расскажи, что это, как ты, как вы собрали? Ну, мы делаем, так как я сказала, что мы делаем прогрессивные песни. Вот, мы делаем комплектстро, дабстеп. Ух ты. Хаос. В общем, у нас треки все танцевальные и зажигательные. Это самое главное, потому что они создают хорошее, прессивное настроение. Хочешь двигаться, радоваться жизни. Так как я с детства очень люблю танцевать, естественно, я вижу свои треки именно танцевальные. Унеси меня, всю любовь сохраняй. Унеси меня, море синее, капельный дождя. На восток от Эдема. На восток от Эдема. Хочешь пить! Так, мы что, побежали в кресло к Денису? Побежали. Побежали. Журнал «Драйв» – движение жизни. Глянцевый журнал для тех, кто хочет быть в тренде. На страницах журнала «Совета специалистов» – эксклюзивное интервью. Вы узнаете, куда сходить и что увидеть. О ярких событиях мира моды и искусства. О путешествиях и еще многом другом не менее интересном и полезном. Журнал «Драйв» – движение жизни. Журнал для активных женщин. Ну что же, у вас получился, по-моему, такой роскошный макияж. В слегка индийском стиле, так он интересный. Вот, расскажи мне про свой творческий план. Первое – это, наверное, выпустить альбом. Так. Второе – снять новый клип. И, конечно же, чтобы, ну, побольше выступлений. Это все уже есть в процессе или это просто гипотетически, вот так вот, ну, планы на эту жизнь? Ну вот, конечно… Или вот вы уже готовите новый альбом вот этот? Мы, да, мы готовим новый альбом. Хотим его скорее выпустить. А чем будет этот альбом? Ну, этот альбом, там, вы знаете, разные стили. О любви? Ну, и о любви, и просто позитивная музыка. О любви к родине, может быть. Позитивная музыка, танцевальная, которая дает, несет себе энергию. Чуть-чуть перед головой. Значит так, да? А хорошо. А клип, опять же, есть уже какие-то конкретные идеи по поводу клипа? Либо вот ты просто понимаешь, что вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот, вот я сейчас начну. Ну, я думаю, что… Режиссура уже в работе? Да, режиссура в работе, пишет сценарий, режиссер. То есть уже прямо на мази, да, скоро начнем снимать, правда? Ну, ладно, чуть-чуть мы все о работе, да, о работе. Расскажи мне, какое у тебя хобби? Чем ты любишь заниматься в свободное время? Ну, в свободное время я из многодетной семьи. Так. У меня пятеро братишек и сестренок. Вернее, у меня пять сестренок и один братишка. Так. Младше? Да, я самая старшая. Ты самая старшая. Конечно, в свободное время я стараюсь уделять семье. В свободное время, конечно, у меня нету, поэтому. Но я уделяю и семье. Провожу время с своими братишками и сестренками. Они мне тоже очень талантливые. Каждый раз по-своему. Скажи мне, пожалуйста, ты же знаешь, что 19-го числа пройдет первая реальная премия Russian Music Box. Да. Вот. И, насколько я знаю, возможно, ты там даже будешь выступать. Выступать, да. Вот. И, опять же, насколько я знаю, у тебя родители участвуют в этом. Да, мой отец. Вот. Расскажи подробно, пожалуйста, что это. Мой отец, режиссер-клипмейкер, он снимает гимн для премии Music Box. Вот. Съемки проходили очень удачно. Хорошо. А вот лично к тебе вопрос. Что ты думаешь о тех претендентах, которые будут бороться за звание, так сказать, лауреата этой премии? Я думаю, все достойные, очень талантливые. Я думаю, что, конечно же, как говорится, главное участие, но иногда хочется победы. Но я всем желаю удачи. А есть ли у тебя какой-нибудь фаворит, может быть? Ну, мне нравится группа Серебро. Так. Очень сжигательные девочки. Вот. Ну, Влад Соколовский. Угу. Ну, и вообще все, все. Все молодцы. Все молодцы. Я, кстати, тоже могу тебе рассказать, что я 17 октября получил премию профессионалов года, национальную премию в области индустрии красоты. Ой, здорово. Вообще какой-то период прям премии. Ну, что же, я закончил прическу, ты очень красивая, у тебя прям вот такой вот образ, как мне очень-очень нравится. Надеюсь, тебе тоже. Мне тоже очень нравится. И вот пойдем скорее к нашим девушкам-стилистам, да, которые специалисты в этой области, и они уже приготовили платье тебе, которое выгодно дополнит, так скажем, твой лук. И ты, наконец, предстанешь перед нашими телезрителями уже совсем-совсем готовая такая вот к новой жизни, к новым впечатлениям, к новому творчеству. Пойдем скорее. Пойдем. Спасибо за субтитры. Слушай, ну это, по-моему, роскошно. Вот прямо в сочетании, когда полностью готовый лук, то получается очень-очень хорошо. Как ты себя чувствуешь? Прекрасным просто. Прекрасно. Замечательно. Спасибо огромное. Мы выполнили задачу, да, мы подобрали вот как что-то новое, да, для тебя. То есть, мне кажется, ты так, ну, не выглядела раньше. Нет. Так элегантный и красивый. Вот. Ну, на самом деле, тебе обязательно нужно практиковать в этом направлении, потому что это, правда, твой конек. У тебя роскошные черты лица, у тебя великолепная фигура, волосы. Нет вопросов. То есть, поэтому вот просто нужно брать этим и пользоваться. Вот с утра до вечера. Спасибо огромное. Вот. Поэтому вот так вот все хорошо получилось. И я бы сейчас хотел сюда позвать Евгению Глушакова, нашего стилиста, да, которая тебя одевала. Вы уже знакомы, женя. Вот она. Да, расскажи, что же такое вот случилось с нами. Ну, я просто в восторге от Элины. Она очень красивая девушка, у нее такая экзотическая внешность, такая восточная красота. И хотелось подчеркнуть ее именно за счет какого-то яркого цвета, который бы выгодно подчеркивал ее кожу, ее прекрасные волосы. Плюс вот эти вот яркие аксессуары добавили наряду какой-то элемент роскоши и такого шика. Я думаю, что получилось замечательно. Мне кажется, ее невозможно невыгодно подчеркивать, потому что в любом случае получается все очень-очень выгодно. Юля, наш фотограф. Вот, Юля, скажи, пожалуйста, у тебя есть ведь уже, наверное, какие-то идеи, как мы будем это фотографировать. И, собственно говоря, такая вот фотосессия и станет главным подарком от нашей программы. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Ну что же, фотосессия прошла удачно. Я это все видел своими глазами. Твои впечатления как? Ну, я просто в восторге от вас. Вот просто в восторге. В восторге. У меня просто нет слов, я очень счастлива. Это прекрасно, когда вот с такими эмоциями от нас выходят гости. Тем более, когда, в общем-то, задача очевидно решена и когда, в общем-то, ну вот такой вот прекрасный-прекрасный результат. Тоже хочется сказать, волшебное преображение произошло. Салон «Красота» как всегда выполнил свою задачу на ура. Наша команда сработала отлично. И я прям вот правда доволен искренне и с чистым сердцем отпускаю тебя использовать твой новый образ на свое же, собственно говоря, благо. Друзья, с нами была Элли и я, Денис Лесницкий. Увидимся ровно через неделю вновь в нашей программе на Russian Music Box. Пока!